Сто лет назад, после войны, наши основатели создали систему, которая ликвидирует все конфликты и установит мир. Сегодня, после тестирования вашей личности, вы будете определены в одну из фракций. Человек не может воспринимать окружающий мир совершенно объективно. Это похоже на то, как вы вставляете слайд в видеопроектор и смотрите на изображение. Обычный равномерный свет, проходя через пленку, превращается в картинку на экране. Восприятие выступает в качестве экрана, светом является окружающий мир, а слайдом – наше мировоззрение. Представление каждого человека о себе и об окружающем мире зачастую далеко от истины. Искажения вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые личные недостатки, и вы из-за этого испытываете чувство неполноценности. Ведь кажется, что другим это тоже не нравится. Тогда, общаясь с людьми, вы вставляете в свой проектор слайд комплекса неполноценностей и видите все в искаженном свете. Допустим, в данный момент вы беспокоитесь, как одеты. Может даже казаться, что другие обращают на вас внимание и смотрят с усмешкой или презрением. Но в головах окружающих вовсе нет об этом мыслей. Эти мысли присутствуют только в вашей голове в виде слайда, искажающего действительность. Любой человек, как правило, на 90% занят мыслями о своей особе, так же, как и вы сами. Даже если вы проходите собеседование для приема на работу, будьте уверены, интервьюер сам озабочен больше тем, как лучше сыграть свою роль. Слайды вносят искажения в ваше представление о том, что думают о вас другие люди. Слайд – это искаженная картина действительности. Слайд – это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Например, вы считаете свою внешность недостаточно привлекательной. Если это вас не очень волнует, искажения нет. Все есть, как есть. Но дело даже не в том, что вы думаете о своей внешности, а какое влияние оказывает слайд на вашу жизнь. У вашей фракции какие-то проблемы с зеркалами? Мы боремся с тщеславием. Если вас беспокоит собственная внешность, вы создаете в своей голове слайд «Я некрасивая» или «Некрасивый». И смотрите на окружающий мир через него, как через фильтр. Это слайд, потому что он зафиксирован только в ваших мыслях. Внешность могут оценивать, то есть придавать ей значение, только потенциальные партнеры. А это очень небольшой процент людей. Остальным окружающим и дела нет до вашей внешности. Не верите? Тогда спросите у самого авторитетного арбитра, то есть у себя самого. Насколько вас волнует внешность тех, кто не входит в круг ваших потенциальных партнеров или соперников? Скорее всего, вы даже не задумывались над вопросом, привлекателен данный человек или нет. То же самое думают или вообще не думают окружающие в отношении вас. Можете быть уверены, что это так, даже если вы считаете себя уродливым. Уродство производит впечатление только в момент первой встречи, а потом на это перестают обращать внимание, как на привычную декорацию. Итак, предположим, что вы вставили в голову слайд о своей непривлекательной внешности. Все, что идет от других людей, взгляды, жесты, мимика, слова, вы воспринимаете через свой слайд. Что вы увидите? Приветливая улыбка превращается в усмешку. Чей-то веселый смех в злорадную потеху над вами. Кто-то тихо перешептывается? Сплетничают про вас. Чей-то беглый взгляд? Косо посмотрели. Кто-то поморщился от боли в животе? Боже, что он у вас подумал? Наконец, любой комплимент превратится в издевку. А ведь у других и в мыслях ничего подобного не было. Это только в вашей голове собственный слайд. В соответствии с такими мыслями будет определяться и поведение, которое сделает вас действительно непривлекательными. Руки начнут выполнять неестественные движения. И вам некуда будет их деть. Лицо исказится напряженной гримасой. Все умные мысли куда-то исчезнут. Комплекс неполноценности вступит в свое нераздельное господство. В итоге слайд, сидящий в вашем воображении, получит фактическую реализацию. Слайды действуют двояким образом. С одной стороны, они искажают представление человека о его месте в этом мире и об отношении к нему окружающих. С другой стороны, они искажают его представление о внешнем мире. В частности, каждый склонен видеть свойства своего слайда в окружающих людях. Например, человек не любит какие-то врожденные качества своего характера. Он стремится запрятать их от себя подальше, чтобы самому не видеть. Но неприглядный слайд затушевать невозможно. Он сидит в голове и делает свое дело. У человека возникает иллюзия, что другие думают и поступают примерно так же, как он сам. А если некоторые качества в себе не нравятся, он склонен видеть то же самое в других. То есть навешивать на них свои проекции. Проекция – это когда недовольство собой, загнанное в подсознание, выплескивается на окружающих. Человеку не хочется ругать самого себя за некоторые плохие стороны. Поэтому он склонен видеть эти же самые стороны у других. Люди часто охотно ругают друг друга за то, что им самим не нравится в себе. Вы и сами делали то же самое, не отдавая себе отчета. Это, конечно, не значит, что если человек кого-то в чем-то обвиняет, значит это есть и у него. Однако так бывает очень часто. Понаблюдайте сами. Позиция смотрителя в ролевых играх позволит легко определить, когда кто-то пытается навесить на вас свою проекцию. А если вас в чем-то пытаются незаслуженно обвинить или приписать чужие качества, задайте себе вопрос. Нет ли у самого обвинителя того же, что он пытается навесить на других? Скорее всего, будет именно так. Потому что если у вас этого действительно нет, значит у обвинителя сидит в голове слайд, который проецирует свою картину. Что же лежит в основе слайда? На какой пленке он держится? Важность. Который раз мы уже к ней возвращаемся. Вас беспокоит собственная внешность? Если это для вас важно. Слайд находится в вашей голове, но у других его нет, если это не представляется им важным. Уродство человека становится привычной декорацией для окружающих потому, что для них это незначимо. Оно имеет важность только для самого обладателя неординарной внешности. Внешность просто необычная и не более того. Необычную внешность делает уродством именно слайд важности. Известный французский художник Анри де Тулуз Латрек в детстве сломал обе ноги и остался на всю жизнь калекой. Пока Латрек взрослел, он был очень угнетен своему родству. С годами физическое несовершенство проявлялось все явственнее. И от этого он страдал еще больше. В конечном итоге переживание по поводу несовершенства дошло до высшей точки. И Латреку пришлось смириться с неизбежным. Он плюнул на свое уродство и продолжал жить. Как только он избавился от важности, слайд прекратил свое существование и удача повернулась к Латреку лицом. Он пользовался большим успехом у женщин, не говоря уже о том, что ему удалось с блеском реализовать свой талант. Он, кстати, был одним из основателей знаменитого кабаре Муллен Руш в Париже. И женщины его очень любили. Как вы понимаете, не только из-за его картин. Я не хочу быть кем-то одним. Просто не могу. Я хочу быть смелым и самоотверженным. Умным, честным и добрым. Слайды возникают тогда, когда вы придаете избыточное значение тому, что о вас думают другие. Если вы не знаете наверняка мнения окружающих и при этом для вас это очень важно, считайте в вашей голове на 100% засел соответствующий слайд. Слайд является порождением воображения. И в этом смысле его можно рассматривать как иллюзию. Но эта иллюзия оказывает активное влияние на жизнь человека. Это тот случай, когда внешние намерения действуют во вред, помимо воли разума. Негативный слайд, как правило, порождает единство души и разума. Как вы понимаете, внешнее намерение в данном случае работает безотказно. Оно подхватывает владельца негативного слайда и переносит его в сектор, где негатив проявляется в полную силу. Переход происходит не сразу, а постепенно и длится не прекращаясь все время, пока слайд сидит в голове. Те незначительные штрихи, которые вследствие важности человек в самом начале набросал на свой негативный слайд, проявляются все более резко и расцветают во всей красе. Человеку не нравится его полнота? Он все больше толстеет. Ему мешает родинка? Она разрастается. Он считает себя неполноценным и получает все новые тому подтверждения. Он озабочен своей непривлекательностью? Она еще больше обостряется. Его мучают чувства вины? Наказания сыплятся на голову. Так продолжается до тех пор, пока человек не перестанет придавать слайду большое значение или не переключится на создание позитивного слайда. Как только важность исчезла, негативный слайд теряет свою основу, растворяется и прекращает работать. Стоит вам вставить позитивный цветной слайд, и вы увидите, что он работает так же безотказно, как и негативный. Покажите себе самому положительные стороны своей личности. Представьте себя в наилучшем свете, и люди будут воспринимать вас так же. В этом проявляется другое положительное качество слайда, которое можно и нужно использовать. Привозят оборудование. Компьютеры. И вот это. Что это? Что-то вроде когнитивного передатчика. Его вводят как сыворотку. Удивительно, правда? Все, что делает человека личностью. Мысли, эмоции, его память. Все стирается химией. Зачем? Люди становятся более восприимчивыми к внушению. Но с таким количеством они могут создать целую армию. Субтитры сделал DimaTorzok